здравствуйте уважаемые друзья хочу предложить вашему вниманию связать ручейник он может выглядеть вот так сверху крылышки выполнены из пенки и ножки из пера cdc или же вот так выполнены полностью из двух составных перышек или же вот так с одного перышка или же просто вот с пленки выполнены поэтому мы с вами изготовим простой вариант но не менее результативный я беру крючок кимка 200р но для прежде чем мы будем изготавливать с вами нашу мушку мы должны подготовить крылышки и материалы я беру вот такой обыкновенный скотч и беру вот у меня есть даббинг cdc любой какой только вы найдете или же перышко cdc как у вас есть я взял предварительно развернул скотч наклеил на него все свои даббинговые перышки свернул прогладил и у меня готова на очень большое количество материал пикбета крылышек теперь давайте приступим непосредственно к вязанию крючок я взял кимка 200р т м с 200р 14 номер так как у нас ручейнички не очень большие поэтому я не буду сильно его увеличивать а вы можете попробовать ну с разной величины какая только вам может подойти для вашей рыбалки желательно подбирать так чтобы соответствовало величине насекомых на месте загиба я беру перышко вот такое cdc и креплю его вот таким способом беру перо cdc и делаю парочку вот так свободных оборотов и начинаю его подтягивать так чтобы она у меня находилась сверху подтянули приблизительно вот так прихватим чтобы не выскочили наши оставшиеся бородочки и здесь же для привлекательности я закреплю вот такой люрекс можете проволокой чем угодно леской потом засегментировать тело большого значения не имеет главное чтобы вы не утяжеляли сильно мушку доводим приблизительно не доходя 3 до цевья теперь я беру свое перышко и начинаю его скручивать возьмем взяли перодержатель и немножечко прокрутим наше перо прокрутили так чтобы бородки сильно не топорщились и начинаем выполнять обмоточку тела следим за тем чтобы мы не зацепили жало крючка закрепим наше перо закрепим наше перо остались закреплены мы их стараемся не выдергивать и на месте крепления крылышек я добавлю немножечко еще даббинга и промотаю немного перышком павлина для того чтобы как-то не выделить нам грудочку что делать в начинке они они Продолжение следует... Цвет грудочки у нас будет несколько темнее, это даже очень хорошо. Промотали, оставили в этом положении. И теперь просегментируем наше тело. Бородочки пока не откусываем, не общипываем и не отрываем. Закрепили наш люрекс, остатки отрезали. Сильно торчащие бородочки, они нам не мешают, потому что в процессе поклевок они у нас все станут потом на свое место. Теперь мы берем с вами, я уже вырезал из своего кусочка полиэтилена, вот с которого я подготовил перышки, вернее даббинг. Вырезал уже крылышко под своего ручейничка. Крылышки должны немножко заходить дальше за цевьё, приблизительно где-то вот так. Подровняли. И здесь начинаем крепить наше крыло. Закрепили, посмотрели. Вот приблизительно вот так у нас получается наш ручейничек. Теперь я здесь креплю перышко. Вы можете взять белое перо, можно взять практически любого оттенка, какой вы захотите, сделать лапки своего ручейника. Вот, допустим, у меня есть беленький. Давайте попробуем сделать его вот моим беленьким. Крепим. И теперь мне необходимо подготовить для моего ручейника, хочу я сделать ему усики, так, чтобы как можно больше походил на нашего настоящего. Я беру перо охотничьего фазана, отрываю пару бородочек и на месте у колечка креплю. Подхватили, посмотрели их длину, величину. Ну, вот так приблизительно, я думаю, для меня будет немножко великоват. И подтянем. Подтянули. И теперь, чтобы они у меня смотрели вверх, я в районе колечка делаю парочку оборотов, возвращая их обратно. Вот они у меня торчат все вверх. Теперь я беру, проматываю часть нашего пера и возвращаюсь к крылышкам. Здесь я креплю, если у меня вот такой остался кусочек пера, я его закреплю и сделаем совсем немножечко оборотов для нашей грудки. Можно использовать и перышко CDC, можно использовать и даббинг, как вам будет удобно. Давайте мы немножко его подармируем. Теперь рвется наше перышко. И промотаем. Закрепили, отрезали. Вот вышло приблизительно у нас вот такая немножко не сильно выдающаяся, но вполне достаточная грудка. Теперь я беру перодержатель, потому что перышко короткое. И сколько вот у меня здесь выйдет по густоте, делаю обороты. Ну вот приблизительно столько будет достаточно. Подхватываем наше перышко. И отрезаем. И теперь я наношу немножечко клея на нитку и делаю завершающий узел. Повторое. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И вот, как вы видите, наш ручейничек довольно-таки прост в изготовлении, готов уже к рыбалке. Продолжение следует... Благодарю вас за внимание, жду ваших комментариев. До новых встреч. Спасибо, до свидания.